Здравствуйте! Вы смотрите интервью в студии Ян Ермешов. Российские ученые опровергли падение Тунгусского метеорита. Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита. Ученые выдвинули новую версию падения Тунгусского метеорита. Вековая тайна Тунгусской катастрофы близка к разгадке. В общем, с конца апреля вот такими заголовками пестрят и российские, и зарубежные издания. Все дело в том, что именно красноярские ученые выдвинули свою версию, падал ли Тунгусский метеорит на Землю или нет, из чего он состоял. И вот сегодня мы это будем обсуждать с Сергеем Карповым. Он с нами на связи. Он руководитель проекта. Доктор физико-математических наук. Профессор, ведущий научный сотрудник Института физики имени Киренского. Сергей Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Насколько я знаю, что в вашей теории как раз говорится о том, что Тунгусский метеорит, он не падал на Землю. Это так? Это правильно, да. Расскажите немного о своей теории. Суть теории состоит в следующем. Суть нашей модели этого явления состоит в следующем. Метеорит вошел в атмосферу Земли. Вернее, это не метеорит, поскольку метеорит должен упасть по определению. Это астероидное тело размером от 100 до 200 метров, состоящее из железа. Я объясню, почему оно состоит из железа чуть позже. Тело не падало, не соприкасалось с поверхностью Земли. Оно прошло сквозь верхнюю атмосферу, достаточно плотные слои атмосферы для интенсивного взаимодействия с атмосферой на этой высоте. При этом оно нагревалось до температуры превышающей 10 тысяч градусов, интенсивно испарялось. Метеорит потеряла значительную, точнее по нашим расчетам, половину своей начальной массы, которая достигала 30 миллионов тонн, и вылетела, и продолжила свое движение по орбите вокруг Солнца. Тогда возникает вопрос, почему такие были разрушения, почему был слышен взрыв? По нашим расчетам, потеря массы этого тела, железного тела в атмосфере, составила около полумиллиона тонн в секунду. Вот такая масса, нагретая до 10 тысяч градусов, испарялась с поверхности этого тела. И представьте себе, такое огромное количество вещества в форме высокотемпературной плазмы, это даже не газ, это плазма, нагретая до огромной температуры. Она расширялась, она мгновенно расширилась, и именно это создало эффект взрыва. И этот взрыв был эквивалентен взрыву 50 миллионов тонн обычного вещества, взрывчатого вещества, 50 мегатонн. Я слышал, что это в тысячу раз мощнее, чем вот та атомная бомба, которая уничтожила Хиросиму. Это так? 30 килотонн, насколько были, 20 килотонн. Да, примерно так, даже более, чем в тысячу раз. Больше, чем в тысячу раз? Смотрите. Это около 5 тысяч раз, да. Вот вы говорите о том, что постоянно было испарение. Полмиллиона тонн испарялось в секунду. А вот куда они делись? Потому что, насколько я знаю, никаких остатков от Тунгусского метеорита обнаружила не было. Ну, может быть, какие-то там отдельные химические вещества были, исследовали, но и то непонятно было, от метеорита это или не от метеорита. Куда же они делись тогда? Смотрите. Если скорость движения тела в атмосфере достаточно высока, а наша модель предусматривала скорость около 20 километров в секунду, не больше и не намного меньше, то в этом случае при движении в плотных слоях атмосферы, повторяю еще 10-15 километров, температура поверхности достигала минимум 10 тысяч градусов. В этом случае потеря массы представляет собой процесс испарения, то есть вещество испарялось в виде отдельных атомов. А почему считается это все-таки именно из железа? Ведь есть же и каменно-ледяные, допустим, небесные тела, которые пролетают. Эти тела просто разрушились, превратились в большое количество фрагментов, которые быстро бы затормозились в атмосфере и где-то обязательно упали бы на поверхность. И нашли бы. Я так понимаю, что никаких кусочков в принципе никто не нашел? Совершенно правильно, да. Несмотря на вот десятилетия поисков, несмотря на привлечение сложного оборудования, включая исследования из космоса, никаких фрагментов, ни малейших частиц космического вещества в районе эпицентра не было найдено. Поэтому вот эти вот, так сказать, факторы необходимо было как-то объединить, единые концепции, единые модели и дать исчерпывающие объяснения. Я, насколько знаю, вот эта ваша теория возникла у вас еще в 90-е годы, если я не ошибаюсь. Ей больше двух десятков лет. Почему именно только сейчас вы опубликовали исследования? Почему только сейчас об этом заговорили? В те времена не было достаточно хороших, мощных компьютеров для того, чтобы провести детальный расчет. Не было программных продуктов, которые сейчас мы использовали, современные программные продукты. Ну и, в общем-то, не было даже специалистов по численным методам, которых мы могли привлечь для реализации этой идеи. Таким образом, где-то 4-5 лет назад мы начали этим заниматься достаточно плотно, сколотили команду специалистов, там много молодежи в этой команде, включая студентов. И вот совместными усилиями довели до продукта, до публикации в очень авторитетном международном астрономическом журнале. Ну а как международное сообщество к этому относится, к вашей теории? Ну, вы знаете, статья, популярность статьи на статье журнала просто закаливает. Индекс популярности набрал такое значение, что она вошла, эта статья вошла в 5% в самые высокорейтинговые статьи, публикованных в этом авторитетном журнале. Ну и, конечно же, то, что произошла вот такая информационная пандемия по всему миру. Крупнейшие информационные агентства сообщили эту новость, как некую научную сенсацию, и в России, и за рубежом. Мне звонили из-за рубежа, рассказывали о том, что идет дискуссия, люди читают, обсуждают и делятся мнениями. Ну, совершенно мы не ожидали, конечно, такой реакции. Да ладно! Да, реакции специалистов еще раз. Не лукавьте, что вы не ожидали такой вот реакции. Я думаю, что все равно где-то думали, что если такая теория была опубликована впервые, неужели научное сообщество не могло бы на него отреагировать? Мне кажется, вы лукавите немного в этом отношении, что вы не ожидали такой... Ну, знаете, все-таки здесь я говорю о средствах массовой информации, о тех пресс-релизах, которые были подготовлены в популярном изложении для массового читателя, для неспециалистов. А что касается специалистов, я, конечно, ожидал реакции от профессионалов, которые занимаются этими проблемами. Но для того, чтобы их реакцию, так сказать, оценить, необходимо, чтобы прошел минимум год, чтобы люди прочитали эту статью, потом подготовили статью, в которой они либо одобряют, либо с чем-то не соглашаются. И одновременно сейчас статья публикуется в журнале в течение года примерно. Пока проходит многоэтапную экспертизу независимых экспертов. Затем, кстати, уже компонуется, редактируется и выходит в открытую печать. Вы говорите, что из зарубежных больших СМИ вам звонили. Откуда звонили? В Германии, Швеции и США. Когда на вас свалилось все вот это внимание, все вот эти звонки, вот это вот обсуждение, когда вас начали атаковать по этому поводу, вот у вас какие ощущения? Ощущения, конечно же, позитивные. Поскольку затрачено было достаточно много усилий на воплощение этой идеи в продукт, в публикацию, конечно же, эмоции, так сказать, переполняли. Не боитесь того, что вашу теорию будут громить? Я не боюсь, во-первых, этого принципа работы научного сообщества. Любая критика, любые замечания, они, я бы сказал, на вес золота. Они нужны для того, чтобы улучшить, для того, чтобы учесть замечания, для того, чтобы улучшить саму модель. Я как раз ожидаю вот этих критических высказываний, они нужны. В этом так устроена наука. Я знаю, что доминирующее мнение в мире на сегодня о тунгусском космическом теле – это каменное или ледяное тело. Это доминирующее мнение. И, конечно же, люди, которые всю жизнь осмысливали эти идеи, создавали стройные концепции, но в этой концепции оставался целый ряд нерешенных задач, нерешенных проблем, они, конечно, недовольны. Получается так, что все их усилия пошли на смарку, поскольку их концепции, их идеи, их модели, они опровергаются. Более того, я вам скажу так, что вот из Италии несколько раз приезжали крупные научные экспедиции на место падения Тунгусского, на место эпицентра Тунгусского явления. Это не очень известные в астрономии или в геофизике специалисты с мировым именем. Ведь они искали этот метеоритет, включая аэрофотосъемку, включая данные о зондировании из космоса. Они ничего не нашли. Ну вот я им отправил эту статью, поблагодарили и сказали, что мы подискутируем. Ну, более того, я вам еще добавлю, вот на место, на место, в эпицентр, на место этой катастрофы ежегодно приезжали научные экспедиции из Новосибирска, из Томска. Это так называемые комплексные самодеятельные экспедиции. Они приглашали своих коллег из-за рубежа. И вот люди, так сказать, искали следы, пытаясь найти, ну где же это космическое тело. Что-то найти в этом, и ничего не находили. И это продолжалось на протяжении десятилетий. Люди привыкли к этим экспедициям, к кругу общения, к обсуждениям у костра вот этой проблемы. И вот если это сейчас прекратится, конечно, это будет трагедия для людей. Более того, я еще одну интересную мысль хочу вам добавить, вот к этой дискуссии. Понимаете, вот о пользе тунгусского явления для науки. За вот эти десятилетия о тунгусской тайне, о тунгусском явлении были опубликованы десятки научно-популярных книг, тысячи научно-популярных статьй, которые читал широкий круг читателей, включая молодежь. И молодежь, которая загорелась вот этой тайной, стремлением узнать что-то новое, она приходила в науку. И эти люди в дальнейшем превращались в настоящих исследователей. Они пополняли ряды науки своим энтузиазмом, своим желанием разобраться. Что же там в космосе, что же такое тунгусское космическое тело. Они занимались другими проблемами мироздания. И вот представьте себе, загадка тунгусской катастрофы будет окончательно разгадана. Будут названы все ответы и тайна перестанет существовать. Прекратится приток в науку вот через этот канал, через тайну тунгусской катастрофы прекратится приток в науку научной молодежи. И вот возникает вопрос, а что же полезнее для разгадать тайну или сохранить ее, сохранить на будущее, чтобы ей интересовались, увлекались в будущем те самые будущие молодые ученые, которые посвящают свою жизнь служению науке и разгадкам тайн природы. Иной раз хочется сказать, пусть тайна тунгусского метеорита останется вот в таком статусе навсегда. А в этом смысле она будет полезнее для науки, чем, собственно говоря, сама научная разгадка. Но, тем не менее, да, все-таки наука должна разгадывать, открывать тайны природы, разгадывать их. И человечество снабжать необходимыми данными, необходимой информацией для его выживания, для сохранения нашей цивилизации и для ее развития. Ну, а новые тайны, которые привлекут молодежь в науку, они еще найдутся. Их много в окружающем нас мире. Спасибо вам большое за интервью. Спасибо вам за рассказ. Я за счет. Моим собеседником был Сергей Карпов, профессор, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института физики имени Киренского. Возможно, вековая тайна тунгусского метеорита все-таки будет разгадана. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова